На Кубани чествуют героев, 70 лет назад освободивших наш край от фашистских захватчиков. О величии, бесстрашии, подвигах, боли и страданиях тех страшных лет мы знаем от участников войны, от ветеранов. Окупация Краснодара длилась полгода. За это время были убиты 13 тысяч минных жителей. Около 7 тысяч горожан погибли в душегубках. Газовые камеры смерти фашисты впервые применили в Краснодаре. Освобождение города Красной Армии завершилось 12 февраля. Этому памятному дню посвятили артисты ансамбля «Родник» творческого объединения «Премьера» свою специальную программу. Такой непривычный на слух школьный звонок. В Краснодарском лицее на НР-4 урок начинается необычный. Музыкальный урок истории. Никто не забыт, ничто не забыто. Об этом в честь 70-летия освобождения Кубани и ее столицы от фашистских захватчиков рассказывают артисты вокально-хореографического ансамбля «Родник» и знаменитая кубанская певица Раиса Гончарова. Торжественный язык фактов славной истории казачества сменяют лирические мотивы народных песен, потому что в песне и душа народа, и его память. Музыкальный урок «Родник» и «Родник» и «Родник» и «Родник» Нашим коллективом даны четыре концерта, четыре образовательных урока, в которые включены песни военных лет, авторские песни, посвященные этой тематике. И в дальнейшем мы планируем эту программу показать и в городах, и в станицах края. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день эта тема очень востребована. Не случайно для памятного февральского концерта в рамках программы «Патриотическое воспитание по дорогам фронтовым» артисты выбрали 4-й Краснодарский лицей. 25 лет поисковые отряды лицеистов восстанавливают славную историю подвигов казаков во имя России. В знаменитом на весь край школьном музее имени 57-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона есть все. От уникальных фотографий, редких экспонатов, подаренных музею ветеранами, до фронтовых писем погибших героев. Народная память становится личным делом каждого, а с песней дыхание истории по-настоящему живым. Как говорит подрастающее покорение, казачьи как казаков, под фольклор можно зажигать. Казаки, казаки, нету, нету, варену, наши казаки. Такие уроки, да, они определенно полезны, потому что они пропуждают песними, танцами, любовь к родному краю. На этом концерте я как будто окунулся в историю. Перед глазами пролетали все моменты войны, горечи, победы. Переатизм должны воспитывать в наших детях. Это наше поколение. Они должны быть точно так же готовы и к защите и края, и отечества нашего. Мы будем это рассказывать, своим друзьям передавать, они тоже будут в курсе, родителям, детям в конечном итоге. Мы должны знать нашу историю вообще, что происходило, и я, что это очень важно. Потому что никто не забыт и ничто не забыто. А в словах песни, которая помогла выстоять и победить, связь поколений, и с годами она не прервется. Спасибо за внимание. Продолжение следует...